Тревожная кнопка нажата. Здравствуйте! В студии Марина Мороз и сегодня в программе. Они тебе жизнь спасают, а ты им в ответ. Зачем? Когда по грибы пошел, а нашел? Подошел, смотрю, ноги, это ботинки. Молодозеленная ли история про то, как школьница решила хайпануть на смерти других детей? Я при бестолете не сказала, что, типа, смотри, это настоящий? А теперь обо всем подробнее. Грибное место пусто не бывает. Или как вместо поляны с грибами найти труп в целлофане. Грибник вызвал милицию, которая опознала в убитом человеке без вести пропавшего брата жительницы Светлогорска. Выяснилось, что смерть насильственная. Мужчине нанесли увечья тяжелым предметом, замотали в целлофан, вывезли в лес. Установлено, что ранее покойные и подозреваемые вместе работали в одном из гаражей. В ходе распития спиртных напитков и возникшего между ними конфликта, подозреваемый нанес потерпевшему не менее трех ударов металлическим домкратам в область головы. Работодатель убил своего работника и уснул. Проспавшись, зачистил место преступления и вывез тело коллеги в лес. И неизвестно, как долго бы убитый числился без вести пропавшим, если бы не грибник, испортивший злой план работодателя. Подозреваемый задержан. В отношении его избрана мера посечения в виде заключения под стражу. Лайки, пранки и целый ствол. Современная молодежь уже не та, и игры у них соответствующие. Школьница решила хайпануть в социальных сетях на смерти других детей. В Брестскую милицию начали поступать обращения. Все истории как под копирку. По вечерам детей выслеживала неизвестная девушка, которая... Под угрозой пистолета уводила детей в парк, где душила их, избивала, закрывала ладонью рот. В районе заговорили о маньяке. Переодетые оперативники несколько суток прочесывали парк и отрабатывали маршрут, по которому совершались нападения на детей. Каково же было удивление, когда задержанная с поличным злоумышленницей оказалась ученицей шестого класса. Шестиклассница пояснила, что не хотела навредить детям, а совершала свои действия ради хайпа. Я при пистолете ему сказала, что, типа, смотри, это настоящий. Пистолет оказался игрушечным, а вот трагедия могла стать настоящей. Первая жертва, а всего их было четыре, осталась жива только благодаря тому, что притворилась мертвой. Такой розыгрыш иногда с элементами какого-то, что-то страшного. Страшные не допустили сотрудники милиции. Нарушительницу родительского спокойствия задержали. Сейчас 11-летняя девочка избежит уголовной ответственности только благодаря возрасту. Семья взята на контроле в отношении мамы-школьницы. Составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание. Они тебе жизнь спасают, а ты им в ответ. Ни хи***е все стекло вынесли полностью. Рискуя собственной жизнью, сотрудники патрульно-постовой службы вытащили из полыхающей квартиры бездыханных хозяев. Хозяева протрезвили и отблагодарили. Как могли. Камера видеонаблюдения на крыльце Гродненской милиции фиксирует смену сотрудников патрульно-постовой службы и открытый огонь в окне дома напротив. О пожаре мгновенно сообщают в МЧС и их скорую. Но не ждут приезда спасателей. Счет идет на секунды. Взяли огнетушители и побежали к дому. Я выбил стекло на первом этаже и начал тушить пожар. А дежурный и сотрудники роты патрульно-постовой службы забежали в подъезд, чтобы эвакуировать жильцов. Подъезд был уже полностью задымлен, а вход в горящую квартиру блокирован металлической дверью. Мы не смогли попасть в квартиру сразу, но знали, что там находятся люди. К счастью, хозяев-погорельцев у соседей казались запасные ключи. Мы дверь открыли, там все, живое пламя. На полу увидели женщину, которая была без сознания. Данную женщину вынесли на улицу, где уже стояла карета скорой медицинской помощи. Повторно при осмотре квартиры сотрудник МЧС был найден хозяин квартиры, тоже без сознания. Благодаря грамотным и правильным действиям работников отдела внутренних дел спасены жизни двух гродненцев. А дальше уже подключились спасатели. Работать в МЧС оперативно была проведена ликвидация пожара, не дав пламени распространиться за пределы кухни. В чем причина пожара? Асоциальный образ жизни хозяев квартиры, злоупотребление спиртными напитками и... Несторожное обращение с огнем при курении. Ну, любить, иногда забрать, не заложить. Соседи с ужасом вспоминают пережитую ночь и благодарят всех, кто спас их от огненной беды. Спасибо сотрудникам МВД и МЧС, что, кажется, если бы не они, мы могли бы сгореть легко. А что же горе-пироманы? Они вернулись в сознание, почти протрезвели и тоже попытались отблагодарить тех, кто, рискуя жизнью собственной, спас их жизни. Поломали цикл и сил. А вы понимаете, что вы вообще сгореть могли? Я с нами с нами. Тревожная кнопка, команда быстрого реагирования, громкие преступления, запутанные истории и настоящие журналистские расследования. Оставайтесь зрителями, а не участниками нашей программы. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин